С понедельника нужно обязательно носить защитные маски во всех, без исключения, городских объектах. Это касается не только работников сферы обслуживания и госучреждений, но и всех граждан без исключения. Такая мера стала закономерным ответом на растущее количество заболевших коронавирусом. Обязательный масочный режим на всей территории Минской области и в Солигорском районе в частности действует с 16 ноября и продлится до улучшения ситуации. Комплексный план противоковидных мер предусматривает также и ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий. Ознакомиться с данным решением можно на сайте Солигорского райисполкома. 16 ноября внесены изменения в комплексный план мероприятий по предотвращению распространения инфекции COVID-19 в Солигорском районе. Согласно данным изменениям, руководители организаций всех форм собственности должны обеспечить обязательное использование средств защиты органов дыхания населением в местах, где массово скапливаются люди. Торговые центры, магазины, объекты общественного питания, за исключением, когда проводится прием пищи, аптеки, учреждения здравоохранения, почта, банки, объекты социального обслуживания, объекты бытового обслуживания, объекты культуры, обращая внимание, общественный транспорт, маршрутные такси, автомобили такси и прочие объекты, где затруднительно либо невозможно обеспечить дистанцирование. Таким образом, на сегодняшний день субъекты хозяйствования имеют право не оказывать услуги людям, которые не используют маски, так как за неиспользование масок населением на этих объектах они несут ответственность. Аналогичная норма прописана и в санитарных нормах и правилах. За неисполнение санитарных норм и правил предусмотрена административная ответственность. Защита органов дыхания – это основополагающий момент профилактики распространения инфекции COVID-19. Правильное использование масок, своевременная смена их обеспечивает достаточно надежную защиту от заражения.